Всем привет! Вот мы уже второй день на Мальдивах, в Адаранг Лапраналхи. И в этом выпуске будет представлен дайвинг на этом резорте. Ведь дайвинг на Мальдивах это незабываемое путешествие в подводный мир Лакадевского моря, акватория Индийского океана и знакомство с экзотической подводной флорой и фауной Мальдивских островов. Большое разнообразие морских обитателей и кристально чистая вода, сделала Мальдивы лучшим местом для дайвинга на планете. В этом выпуске мы покажем вам дайвинг именно в этом артоле. Hello! Can I look at excursion for diving? Diving there. Diving there. I am here, yes? Hello! Так, вот там экскурсии по дайвингу. Сейчас пойду уточнять. На 15 метров глубину, говорят, будет погружение. Все, кто брали, мы уже здесь познакомились с другими кристами. Они очень довольны. Вот такие здесь красоты на этом резорте. Здорово. Можно здесь снимать просто бесконечно. Так выглядят экскурсии по дайвингу. Еще надо подумать, как это все заснять. can I look at excursions for diving? Yes. Спасибо. Первый раз? Первый раз, да? Первый раз, да. Дорожение часа 1 часа 30 минут. И максимум 12 метров, зависит от того, как температура вы лежите в воду. Это за год, и это за $173. Это за год, это за год. Это за год. И это за год. И это за год. Первый раз, да? Первый раз, да? Первый раз, да? Да, каждый раз. Но мы нуждаем для этого. Если вы уходите tomorrow, вы должны быть сегодня. Ага. Если я то, что я уходил. Сейчас я уходу... Нет денег, чтобы платить. Нет денег, нет денег. Нет денег, нет денег. Нет денег, нет денег. Только нужно платить. Ага. 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 Раз numomo, сушишься. Да, да. Ага. Разъясняюсь и черенизируй��. Ага. 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 Гавайии. Хорошо Драйвера 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 Драйвер Хорошо Вы понимаете Что я сказал Да, вы не идете в дом Преекту яна на свете Ты приеду Т Mountain Претещаем Хорошо Драйвер Из-заша так буду сейчас заполнять что тут написано то есть все состояние здоровья у меня были приступы от дышки не было заболевания глаз и шеи носа но в общем да вот так выглядит опросный лист по состоянию здоровья и дальше я подписываю подпись обучаемого который будет принято внимание именно инструктором дайвером все поехали буду заполнять короче все с горем пополам я заполнила вот это согласие что если со мной что-то случится будет приступ паники какие-либо травмы потому что инвентарь очень тяжелый если меня сожрет ахола то ответственность никто не несет то есть ты полностью в этом спорте берешь ответственность под себя все пацаны окей там урок сию он демон линьк ай еще что-то заполнять надо все я заполнила куча бумаг кучу анкет в общем да я даже записала вопрос на листе что я перенесла коронавирус в прошлом году он сказал нет зачеркиваю записки заново и пиши что нет потому что оказывается тот и переполел к вида он не может погружаться ну я считаю что это ерунда к сожалению еще один минус экскурсии что здесь по территории будет проходить именно дайвинг погружения здесь на мелководье мне будет учить мешать инструктор правильно как правильно погружаться то есть там как не паниковать и уже дальше мы с ним заплывем туда и будем погружаться на 12 метров так что вот очень интересно это первый мой опыт будет погружением на глубину индивидуально погружение будет с инструктором то есть никого больше не будет ну вот и я как раз так и хотела стоимость погружения 173 доллара полчаса значит будет у меня 20-25 минут у меня будет инструктаж и потом полчаса будет погружение вот уже вечер на мальдивах в баре такие развлечения живая музыка 7 часов вечера очень темно уже очень доброе утро всем вот наставил этот день когда я первый раз буду нырять, но я не знаю, нырну я или нет, к большому сожалению, у меня полчаса назад случилась паническая атака, очень рвёт, болит живот, сейчас, наверное, Лёша вместо меня будет нырять. Сейчас поговорим, посмотрим, можно ли мне мешать на Лёшу, я не знаю, может, всё-таки я соберусь силами и заверну. Сейчас самое ужасное, что я не могу понять, что именно я прыгнулся. Ныряние с дайвером, окружение на 12 метров, это не так много. Дышать, в принципе, я умею, я ныряюсь маской постоянно. В общем, попробую, как пойдёт. Лёша, что-нибудь хочешь сказать? А, да, иди сейчас, да? Так, всё же я решилась на погружение, тут инструктор прошёл. Так, всё, буду сейчас переодеваться, вроде я подуспокоилась. Оказали, что всё хорошо и акулы наши друзья. В общем, Алексей идёт вместо меня, мне ужасно плохо. У меня тошнит, и половину я не слышу вообще, что мне говорят, объясняют. Я даже не понимаю, чего я боюсь, если честно. От этого очень грустно. Сейчас будет Лёша инструктаж проводить. Так же, как проводили меня. Сейчас будет опять заполнять кучу анкет. И мы можем видеть, что ты делаешь. Чем больше вода пресняет на тебя, тем больше пресняет. Это как, извините, но видео не позволяем, когда я учусь. А, нет? Окей. Не позволяем. Да, смотри, вот так. На видео я буду снимать. Серёша идёт нырять. Удевают меня. Такая вода волшебная. Я уже смирилась, что я не иду нырять, и мне стало гораздо лучше. Ну, надеюсь, когда-нибудь я пересилю себя и обязательно попробую дайвинг. Очень грустно, конечно, что так. Что-то я больше всего хотела побывать в такой месте и не попробовать дайвинг. Дайвинг, это вообще какое-то преступление, мне кажется. Ну, помимо меня, много других людей тоже, которые боятся нырять, в которых тоже хронические атаки не бывают. Поэтому живём дальше, отдых продолжается. Но вот зато вместо меня Алексей сейчас умерёт. Хорошо, что деньги не сгорели, что можно именно так поступить. Доплата была 12 долларов за страховку. Потому что всё же до последнего я была уверена, что я занырну, я себя пересилю. У меня такое было, когда я экзамен по международному праву сдавала. Вообще то же самое. В итоге я собралась силами, и у меня всё получилось. Кстати, рыбы чёрные. Ну, а тут он не объясняет, но всё, уже и хуже становится. Я чувствую, что у меня пошли. А, перевести? Давай. А вот? Окей. 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 Допустим. Ага. Всё, Алексей, готов? Да, готов. Здорово. Здорово. Да не классно, конечно. Водичка просто кает. Нигде такой воды, как на Мальдивах, нет. Вообще нигде. Вот говорят, похоже, Куба, Доминикана. Ну, была я в Доминикане, была она в пляже Саото. Ну, честно, не было абсолютно. Вот Алексей уже одевается. Я на девочку, папа? Папа, что там ты оделась? Просудок берет. С парашюта прыгнул по своей воле. Не потому что кто-то испугался. Давайте. Папа, дети, наверное, это. Ой, это отполоняется. Так, Алексей собирается под воду, побружаться. So remember this, no touch, yeah? No, no touch, ok. Сейчас, дай потратить, мне тяжело дышать, я не могу дышать. Да? Ну как, Лёш, получается? Это чтобы вверх ехать. Получает? А? Понимаете, что вверх? Ага. Да. Субтитры подогнал «Симон» Вот еще такие фотосессии прилагаются к погружению. И вот мне вот это понравилось. Оригинально очень сделал парень предложение. Мирьми. Учитывая, если бы это была я на месте его девушки, сколько усилий бы пришлось предложить парню, чтобы затащить просто туда свою избранницу. Это, конечно, очень весело. С моими паническими атаками только такие романтики делать. Очень круто, конечно. Очень классно. Надеюсь, когда-нибудь... Так, они уже уплыли. Я уже не вижу никого. Мне уже, наверное, вовсю погружаются. Ни одного случая нападения акул, что кто-то задохнулся и утонул, здесь нет, как мне сказали. Я все много-много раз переспросила у разных инструкторов. Поэтому опасаться нечего. Но, с другой стороны, все-таки это бизнес. Как все предприниматели, все вскрывают недостатки. Поэтому я не исключаю, конечно, и какие-то несчастные случаи. Дай Бог, чтобы у нас ничего и такого не коснулось. Так, и Акуся пошла плавать. И вот, вроде как, возвращается Алексей. Сейчас он надеется со всеми своих впечатлений по погружению. И, может, я созрею. Сейчас после него сразу занырну. Вот, если там действительно ничего сложного, уже, в принципе, у меня никаких страхов нет, нужно именно спросить, как он тут все перенес. Мы тебя ждали, ждали. Тут мелко. Тут, кстати, без кораллов можно заходить. Тут белый-белый песочек. И очень мелко. Вот детишкам самое то. Волны здесь. Интересно. Ура! Ну что, может, я после тебя сейчас? Почему? Аккуратно. Там. Ну, сложно сначала было. А что именно сложно? Продуваться? Да, да. Ухо право очень сильно болело. Я думал 10 раз выдохнуть уже. Да? Ну, потом, ну, перетерпелся. Прошло. Ага. День гуля. Она купается вон с Викой. А, ты знаешь, у тебя есть листья? У вас не было долго. Да? Долго в 40, да. Мы уже пошли переоделись. Она просто купаться хочет. Ну, рассказывай. Ну, короче, я лет 10. Назад погружался на Красном море в Египте. Так. Сейчас погружался здесь примерно, ну, одинаково. Здесь мы на 10 метров уходили. А, да. Там на 13. Ну, разница колоссальная. Египет, это... Вау. А здесь... Да, такое, как с маской поплавать. Ну, рыбы большие, группера, там видео много вставили. Различные. Ну, то есть мы с тобой с масками здесь плаваем. Ну, это тоже самое, что-то с маской поплаваем. То же самое, да? Да, нет, точно. А, ну, единственное, я увидел большую... Я не знаю, что это, как каракатица, каракан вот такой. Ого. Это он сидел там в... Вот, вот он, наверное, интересный. И акулу мы видели издалека, но маленькую. Ну, как я снимала свет. Да, да, такое. Ну, не стоит-то вот? Ну, нет. Я бы... Ну, 30 долларов. Не 200 точно. Угу. Это ж мне не надо, да? Вообще не надо. Ну, и вообще это просто такая штука, она тяжелая. Тебе нужно потренироваться, продушиваться. А, я думал, что я сам сейчас буду всплывать, у меня потому что давление внутричерепное все время проблемы с ним. У меня до сих пор я право ухо тебя не слышу. Вот, и отнулся, дулся, дулся. Болела сильно. Потом уже, я ему говорю, можно всплыть. Потом он говорит, стоп. И привыкли бы к боли, ну и все, ну, как бы ушло, и все. И дальше уже поплыли сколько угодно. Блин, ну, почему-то кажется, это так круто. Ну, это прикольно, чувак. Чего это такая трусиха? Нет, тебе не надо. Ну, это прикольно, да? Да, давай. Сейчас расскажу. Все. Ну, вот и все, дайвинг так закончился. Он тебя не пофоткал, да? Да? Не пофоткал, да, тебя? Там давление такое, там раздавить, пора. Ну, мне кажется, там, да, не до фотосессии будет. Во время отпуска я познакомилась с девушкой из Москвы. Она тоже брала экскурсию дайвинга с фотосессией, которой она поделилась в нашем выпуске. Собственно, такие красоты вы увидите во время погружения на этом резорте на Мальдивах. Пойду сейчас нырять с маской и засниму подводный мир. На этом наш выпуск заканчивается. В заключении о сегодняшнем дайвинге скажу следующее. Опытному дайверу будет скучно погружаться на этом резорте. Алексей и моя новая знакомая Ольга из Москвы уже погружались в Египте и уверяют, что подводный мир там намного богаче. На Мальдивах много шикарных мест для погружений. Логово акул, погружение со скатами, мантами. Все это есть на Атолах, Аду, Баа, Ари и других, которые расположены непосредственно в центральной части столицы знаменитого на весь мир архипелага Мале. Однако в этих местах наблюдается сильное течение. Поэтому заниматься дайвингом здесь рекомендуется только опытным людям. Новички же, как я, могут попробовать дайвинг на Мальдивах на внутренней стороне Атолы, где нет никаких опасных течений. Настоятельно рекомендую взять с собой маску для ныряния и коралки. В этом Атоле Адарен Клаб Роналхи – домашний вид. И вы увидите подводный мир не хуже, чем на дайвинге. Особенно, если пойдете мерять рано в утром. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал. Будет еще много выпусков про Мальдивы. И многое другое о развлечениях и путешествиях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok